СМИ Говорят, что СМИ это четвертая власть. Во всем мире, но точно не в России. У нас же из журналистов сделали обслуживающий персонал чиновников всех уровней, а телевизор превратили в помойку. Что вы чувствуете, когда смотрите очередную передачу, где обсуждают жизнь на Украине, госдолг США и восхваляют президента, ну или какого-нибудь местечкового губернатора даже? Правильно, тошноту и ничего более. А мы говорим о том, что реально происходит в России, без купюр. Эта программа что произошло? Больше трэша, больше ада в эфире. Поехали! Начнем с Екатеринбурга. Здесь неожиданно возобновляется протестная активность. Прошлые выходные здесь маршировали в несистемные левые. Таковых нашлось не более 200 человек. Пронесли они перед собой портреты пропагандистов различного уровня, от федеральных до местных. Мы показывали это событие в прямом эфире. Мы здесь власть! Мы здесь власть! А уже в воскресенье ждите в Екатеринбурге первые антимусорные протесты. Сюда, так же, как и на 6, влезла компания сына генпрокурора. Здесь будут строить два больших полигона в окрестностях мегаполиса. Люди в шоке и уже перенимают опыт протестующих Архангельской области. Следите за каналом Крик Ньюс и, скорее всего, вы сможете увидеть этот митинг в прямом эфире. Если, конечно, не помешают. На самом Шиесе происходит абсолютная дичь. Здесь сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии похитили, а именно похитили. Другую юридическую термину здесь использовать, к сожалению, нельзя. Постройки одного из блокпостоев, ведущего в протестный лагерь. Депутат Архангельской городской думы Александр Афанасьев совсем недавно вернулся из лагеря Ленинград. Помойка готовится к зиме. Завезли спецоперации топлива. А лагерь и люди, они тоже готовятся? Они будут стоять эту зиму? Там уже определенная подготовка к работе в зимнее время года. Она произведена. Есть теплые отапливаемые палатки. Есть теплые отапливаемые балки. Они там уже сделаны, построены. Такие свежие, абсолютно новые, замечательные помещения, в которых тепло, комфортно. И никто не собирается отступать. Все будут настаивать на своем. А если будут попытки зачистить все это, все эти теплые палатки выгонят людей в лес? К слову, здесь объявлена мобилизация. Экоактивисты зовут на помощь людей из других регионов, потому что готовятся к силовому разгону главного лагеря протестующих на станции Шеис. Шеис обращается к властям. Мы все знаем, что в ваших ближайших планах снос лагеря Ленинград. Одумайтесь, это народный лагерь. Первая палатка была привезена сюда 14 марта из Ленинградской области. И лагерь получил название Ленинград. Дальше его помогала обустраивать вся страна. Тысячи людей прошли через этот лагерь. Сотни тысяч людей распространяли информацию в сети, комментировали, писали на письма, сообщения. Миллионы людей знают про Шиис и про лагерь Ленинград. Сотни журналистов со всего мира приезжали сюда и делали отсюда репортажи. Япония, Италия, Испания, Германия, Великобритания. Все центральные СМИ, все крупнейшие газеты этого мира, кроме российских центральных, делали репортажи про Шиис. И сейчас минуту опасности они все нам пишут и готовы дать репортаж про Шиис в любую минуту. Власти, одумайтесь. Про ваш позор узнают в этот же день по всему миру. Вы этого хотите? А почему ОМОН и полиция из одного региона воюет с протестующими в другом регионе? По какому такому закону вообще? Эти вопросы возникают у всех, у местных жителей, у активистов, у всех здравомыслящих людей, кроме власти, так сказать. Почему на территории субъекта федерации Архангельская область действуют, какие-то меры предпринимают, спецоперации проводят Министерство внутренних дел другого субъекта, соседнего, то есть Коми. И все это самое интересное, что проходило под руководством замминистра МВД Республики Коми. По некоторым данным, попытку силового разгона помойщики при поддержке силовиков из Республики Коми предпримут уже в воскресенье. Я повторю еще раз то же самое, что в глазах ни у кого страха не увидят. Наоборот, уверенность и в том, что они правильно поступают, и уверенность в том, что победа будет за нами. Кстати, в столице Коми, в городе Сыктывкар, митинг против строительства полигона на Шиесе и беспредел силовиков пройдет 9 ноября. А на прошлой неделе митинговали в Якутске. Здесь, несмотря на холод, собрались люди. Говорили, конечно, о коррупции и о том, что в 21 веке до сих пор они живут без водопровода и канализации. Мы вели прямой эфир с этого мероприятия, а, к сожалению, нам его несколько раз попытались заглушить. Вот чудо техники наших спецслужб. Это машина радиоэлектронной борьбы, прям как на войне. Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по так называемому московскому делу и уволился из МВД. Это поступок настоящего мужчины. Он решил остаться человеком и не захотел наговаривать на людей. Но большинство штата сегодняшней полиции, к сожалению, за пайку, премию и очередное звание мать родную готовы продать. Они врут в судах и пишут подложные рапорты. Вот это существо работает в Викторинбургской полиции. Зовут его Антон Трошин. В 33 года оно уже стало подполковником. Это же как выслуживаться-то надо было. Он испытал сильнейшие болевые ощущения и страдания, когда в его сторону махнул газеткой пенсионер. Корреспондент портала крикньюс.ру написал про эту статью. И тогда стражу, правда не знаю от чего порядка, но уж точно не порядка граждан, сие очень не понравилось. И потому он вместо того, чтобы извиниться перед дедами людьми, признать то, что ахинею в рапорте, написал, наврал, сдать виновных, совершить поступок офицера наконец-то, то есть уволиться из МВД и найти себе нормальную работу, чтобы действительно пользу обществу приносить, он активно судится с нашим медиахолдингом. Хочет 100 тысяч получить, видимо плохо, кормит его за наш счет, больше жрать хочется, а деда того судит по уголовной статье. До восьми лет старику грозит. Кстати, Трошин все время пытается запретить съемку в зале суда, где он присутствует. Мотивирует он это тем, что потом, когда это фото и видео попадет в интернет, там его унижать начнут. Теперь, наверное, этого самого Трошина будут унижать не только в интернете, но и в местах не столь отдаленных. Он сам открыл ящик Пандоры. Дело в том, что после того, как он подал на нас иск в суд, в редакцию начали приходить пострадавшие от его деятельности люди. Они приносят документы, свидетельствующие, например, о том, что Трошин в судах намеренно врет, чтобы привлечь к ответственности за участие в митингах невиновных людей, например, прохожих, выходящих из театра. И не только об этом свидетельствуют документы, поступившие к нам в редакцию. И посему, не сомневайся, Трошин, мы привлечем тебя к уголовной ответственности. Все свои ресурсы задействуем, но рано или поздно привлечем, ибо такое к***о, как ты, должно топтать зону. И ты в полной мере вкусишь атмосферу тех мест, куда отправляешь невиновных людей, не сомневайся. Мы об этом позаботимся. И еще раз повторяю, что тебя в нашей редакции уже давно забыли, но ты сам напомнил о своем существовании. Ты сам открыл этот ящик Пандоры. Готовься и суши сухари, первые заявления на тебя уже поданы. Еще одна новость с Урала. Здесь, помимо мусорных полигонов, решили создать и радиоактивную свалку. Принимать сию великолепия Россия будет из Германии официально. А реально с всей Европы. Но об этом уже в следующий раз. За всем разрешите откланяться. Смотрите программу «Что произошло» на Крик ТВ в течение всей недели и по субботам в YouTube на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите нас в соцсетях, добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. Продолжение следует...